У мужчин это происходит одним образом, у женщин — другим. В результате возникают конфликты. Всё потому, что вам требуется своё пространство, а детям — своё. Как же с этим справиться? Вам необходимо приобрести кое-что по мере того, как вы становитесь старше. Садгуру, в наши дни старшее и молодое поколение не ладят друг с другом. Как сделать так, чтобы опыт пожилых людей и энергия молодёжи работали вместе? Так было всегда. Это возникло не сегодня. Конфликт между старшим и молодым поколением не нов. Настоящая проблема заключается в следующем. Старое поколение не считает себя старым, а молодые люди считают себя взрослыми. Вся проблема в этом. Старики не готовы признать, что они уже старые. Молодые не готовы признать, что они слишком молоды. Они считают себя достаточно взрослыми для всего. Так что… Кто-то занимает место, на которое претендуете вы. Это происходит не только среди людей. Такое часто можно увидеть среди слонов. Внезапно один молодой самец начинает ходить туда-сюда, гневно расшвыривая всё вокруг. Потому что он встаёт в оппозицию к более крупному слону-выжаку в стаде. Из-за того, что тот не освобождает территорию, молодой слон пытается что-то сделать. Ему ещё не хватает сил для борьбы, поэтому он начинает сходить с ума. Подростковый возраст. Вот почему в Индии мы создали то, что называется варна-шрама-дарма. Это означает… Возраст от рождения до 12 лет — балаваста или детство. Только игры. Тело и мозг должны подрасти. С 12 до 24 — брамачарья. Время для того, чтобы дисциплинировать себя, привнести дисциплину в своё тело и ум, развить свои энергии так, чтобы обрести силу и приобрести знания. В 24 года у человека есть выбор. Если вы видите жизнь такое, как она есть, если вам не нужно проходить через всё, если вы способны видеть всё насквозь, тогда в 24 года вы становитесь саньясином. В противном случае вы становитесь семьянином. женитесь или выходите замуж. Вы посвящаете семье два солнечных цикла, или 24 года. Когда вам исполняется 48, это означает, что вашим детям где-то от 18 до 22, они похожи на молодых бычков. Они хотят, чтобы вы ушли, но не могут сказать вам об этом. В современном мире мы не уходим сами, а отсылаем детей. Мы отправляем их куда-нибудь в другое место. Эти приюты обычно называются университетами. Но в те дни жизнь была связана с сельским хозяйством. И вы не могли оставить свой дом и уехать, потому что это была ваша земля и ваше хозяйство. Вы не могли уехать куда-то и начать жить на новом месте. Поэтому кто-то должен был уйти. Итак, в 48 лет пожилая пара. Им по 48. Оба пожилые. Они принимают саньясу и идут разными путями. Муж уходит в одно учреждение, жена в другое, чтобы работать на своей духовной саданой 12 лет. В 60 они возвращаются и снова сочетаются браком. В наши дни супруги не расходятся. Они живут вместе, но при этом все равно заново женятся в 60 лет. Нет. Вы должны разойтись на 12 лет. В первый раз, когда вы женились, возможно, вами руководили желания тела, эмоции или что-то еще. Теперь, когда все это позади, вы выполняли свою духовную садану в течение 12 лет, теперь вы объединяетесь в союзе совершенно иного рода и начинаете в ано-просту, что означает уйти в лес и прожить там последнюю часть своей жизни. Так что место освобождалось. Когда вы хотели, чтобы родители исчезали, они исчезали. Теперь же они не уходят. Родители хотят, чтобы ушли вы. Если вы обрели почву под ногами, то хотите уйти еще до того, как они будут готовы вас отпустить. Но если вам это не удалось, тогда начнутся столкновения. Если по какой-то причине вы не обрели почву под ногами или крылья за спиной, возникнут столкновения, повседневные столкновения между родителями и детьми. Вам необходимо понять, что из-за эмоций кажется, будто это конфликт отцов и детей. Но на самом деле это просто столкновение молодого бычка и взрослого матерого быка за территорию и головенство. У мужчин это происходит одним образом, у женщин — другим. Но фундаментальная проблема та же — вам нужна своя территория, а они ее не освобождают. Поэтому конфликты неизбежны. Дети, которые живут далеко — это всегда любящие дети, да? Да или нет? Дети, которые живут далеко, всегда любящие. Вот как лучше всего выстроить отношения. Если они живут с вами, не потому что вы плохие или они плохие, а потому что вам требуется свое пространство, детям свое. А если и те, и другие на одной территории, будет жарко, если только ваши дети не постарели, будучи молодыми. Понимаете? Вы успешно превратили их в стариков еще в молодом возрасте. Такие люди будут жить в полном взаимопонимании со стариками. Если вы заболеете, взаимоотношения с детьми могут наладиться, потому что тогда у них появится желание о вас заботиться, проявятся эмоции определенного рода. Но если вы здоровы и полны сил, и они тоже, тогда вам лучше держать их на расстоянии. Да. Так что эта проблема не нова. Я уверен, что и в пещерах, я говорю о пещерных людях, и тогда была та же самая проблема между молодежью и старшими, потому что старики не готовы признать, что они уже старые, а молодые не готовы признать, что они слишком молоды. Тогда конфликт неизбежен. Как же с этим справиться? Чтобы справиться с этим, старики должны научиться отступать назад. Молодежь же продолжит наступать. Единственное, пожалуй, необходимо проявлять определенную мудрость и жизненный опыт, чтобы заслужить восхищение молодежи. Если вы этого не сделаете, то молодежь будет относиться к вам с пренебрежением и проявлять грубость во многих отношениях. Вам необходимо приобрести кое-что по мере того, как вы становитесь старше. Если вы приобрели определенную мудрость и понимание жизни, которые им еще предстоит приобрести, если они смотрят на вас снизу вверх, тогда вы можете в какой-то степени находиться на одной территории. в разумных пределах. Они на первом этаже, вы на втором, чтобы они смотрели на вас снизу вверх. Тогда ладно. Если им не на что равняться, и вы не можете справиться со своими проблемами, чепухой и всем прочим, тогда лучше всего вам напраста. Я знаю, что вы искали не такого ответа. Но что я могу сделать? Я не политик, чтобы говорить нужные слова. Я говорю, как оно есть. As- dzieшь. Субтитры создавал DimaTorzok